О чем расскажу? Ну, пару слов о себе, конечно же. Зачем я этот доклад про разницу в визуализации, в принципе, в визуализации данной для веба. Покажу несколько примеров и покажу те библиотеки, которые сейчас в ходу, которые сейчас используются и популярны в моде, потому что они скоро могут тоже закончиться и стать неподдерживаемыми. Ну и вопросы. Я в компании с 11 года, занимаюсь веб-разработкой, вообще выпускник физического факультета. Начинал здесь внутри компании на внутренних проектах, dtr.ru, dtr.com, что-то там UK, внутренние ресурсы, а потом перешел на внешние. И вот с тех пор занимаюсь фронтендом, в основном JavaScript, много работал в последнее время с визуализацией данных в том числе. Зачем? Ну, для того, чтобы уменьшить вашу боль, когда вы будете выбирать это все. Вот если такой вопрос возникнет, это в любом случае возникнет вопрос, что выбрать, почему это, а почему это работает медленно, если вы это выбрали, и дабы избежать проблем, этих задач. Расскажу общее представление, чтобы из общего представления можно было сделать потом выводы и хотя бы как-то ориентироваться в этом новом пространстве, в этом новом контексте. Визуализация данных. Это должна была быть смешная картинка. Не очень смешная. Поехали дальше. Вот это что-то более сложное. Если вам действительно в проекте нужно что-то реализовать, то вот, например, такое, это не очевидно, как сделать. И поэтому стоит понимать, как. Возник вопрос. У меня у вас есть какой-нибудь сайт свой, какой-нибудь сайт, не знаю, коммерческий, некоммерческий. И вам нужно что-то нарисовать. Например, сколько у вас сейчас на сайте находится людей. Например, сколько постов. Например, категории постов. Не знаю, все что угодно. Ваши шаги. Ну, во-первых, стоит начать с того, зачем. Это может быть достаточно много разных проектов. Это может быть и ваш собственный маленький, это может быть и какой-то среднего размера, и может быть огромный какой-то коммерческий интерпрайз проект, в котором совершенно другие подходы будут необходимы. Соответственно, разные решения необходимо выбирать для каждого из этих. Можно тремя, я так придумал, не знаю, может быть, еще какие-то есть способы, как люди могут начать. Я все знаю, я молодец, я сам выберу все. Второе, это я пойду к другу, который все знает, и он мне скажет, что делать. А можно Google использовать. И так как мы программисты сидим зачастую в тишине дома за компьютером, то чаще всего третий вариант будет, ну, если с нуля. И мы вот примерно к этим вариантам придем. Их достаточно много, и возникает какой-то хаос, и в голове в том числе. Здесь есть какие-то известные библиотеки, D3, например. Есть совершенно неизвестные, вот это, например. Разные. И они все разные. Они различные как технические точки зрения, у них есть разные технологии, разные подходы, разная производительность, разные форматы, так и нетехнические вопросы, о которых немножко попозже. Про технические, немножко поподробнее, по технологиям. Визуализировать данные в вебе можно несколькими способами. Можно сделать барчарт на HTML, на простом. Мы делаем обычные дивы, обычные спаны, классы, картинки, и все это каким-то образом через JavaScript можно преобразовать в визуальное представление. Можно использовать здесь VG. Чем SVG отличается, кто не знает. SVG – это векторная графика. Какого бы масштаба у нас ни было изображения, на экране он будет выглядеть четко, без смазанных углов будет выглядеть векторная графика. Синдексис у него XML подобный также. Это есть сам тег, есть атрибуты, но он, конечно, отличается каким-то образом. Можно Canvas использовать. В HTML5 добавили поддержку Canvas. Это некий просто элемент на странице, в котором внутри с помощью API мы можем рисовать все, что угодно. У нас есть поле. На поле можно по какому-то там смещению XY поставить точку. Он будет красный, зеленый, желтый, квадратик, текст, фонд, разные добавить, и будет сложная визуализация. С помощью Canvas обычно делают визуализации больших объемов данных. Иначе, если в SVG использовать несколько десятков тысяч точек, например, SVG будет загружать память компьютера достаточно сильно. В Canvas будет меньше. Можно оптимизировать. WebGL – это что-то более сложное. Здесь можно использовать уже и трехмерную графику. В Canvas тоже в какой-то степени. В WebGL достаточно сложно. Можно игры писать, например, на WebGL. Можно конкретно к визуализации данных. Карту мира можно. То есть глобус. В глобусе могут быть нанесены какие-то еще данные сверху. Популяция людей, например, или животных каких-нибудь. И VML – это специальный кусок технологии от Microsoft. Подарок, вишенка на торте. Для E меньше 10. Вот назову его так. Он тоже XML-подобный. У него есть свой понятный синтекс. Это что касалось технологий. Также можно все это комбинировать. Можно выбрать библиотеку, которая в случае, если данных меньше, она будет отрисовывать с помощью SVG, если больше – с помощью Canvas. Так, в принципе, можно теоретически сделать. Какие особенности могут нам предоставить эти графики? Графики библиотеки и графики, основанные на этих библиотеках, могут быть responsive. Это при изменении страницы. Оно может становиться больше, меньше. Это анимации. Например, если отрисовывается барчарт, он может отрисовываться снизу с помощью анимации, красивенько. Сверху можно как-нибудь toolchip, tooltip-чип появится тоже из ниоткуда, с изменением позиции, плавно. Можно использовать множество девайсов. Это не факт, что визуализация на десктопе будет работать на мобиле, кто знает. Также я бы выделил здесь производительность. Много точек, не отрисуешь на SVG. Кому-то нужно поддерживать, конечно же, ие меньше 10. Кому-то из заказчиков, из клиентов нужно график скачать, сохранить его на компьютере, засунуть его в презентацию и показать его кому-то еще. Внутренняя работа – это сохранение и загрузка стейтов графиков. Например, в барчарт можно выгрузить стейт, который библиотека отработает, и выделится, например, какой-нибудь второй бар из пяти. И сверху tooltip появится. Не все поддерживают данную функциональность из библиотек, поэтому тоже как иногда нужно. Это в основном нужно для каких-то более крупных проектов. И кастомайзабл – это я бы тут внес, что хочешь, то и делай. Если применительно конкретик, то D3 библиотек позволяет как раз-таки очень кастомайзабл. В принципе, одно кастомайзабл у него есть, остальное все сам делаешь. Также я бы добавил из технических подробностей. Это, конечно, интеграцию с фреймворками, потому что сейчас фронтенд-приложения достаточно сложные. И держать эту структуру просто так невозможно. Используются фреймворки. В фреймворках чаще всего есть эти адаптеры для разных библиотек. Просто удобнее, быстрее писать, чем использовать просто библиотеку, просто свое приложение и все это связывать. Быстрее сделать через какой-то адаптер. И не технические вопросы. У нас были технические. Куда я побежал? Технические. Также есть очень хороший пункт стабильность. Если случайно загрузить данные с пропущенной точкой, которая будет X undefined, он может вообще не отобразиться. И я бы назвал, что это плохая стабильность. И не технические вопросы. Во-первых, графиков для визуализации способов представлений графиков есть огромное множество. Примерно не весь список. Это и гистограмма, и пайчарт, и линии, и три, и флоу. Очень много. Соответственно, библиотеки, которые вы найдете в Google, они могут поддерживать три, например, из всех. Кто-то может все поддерживать, кто-то нет. У библиотек есть также не технические особенности. Это комьюнити. У D3, у какой-нибудь Google Charts, есть огромное комьюнити, в котором вы просто можете задать вопрос и получить ответ. Есть никому не известные библиотеки, в которых такая опция недоступна. Если возникнет вопрос, придется самому лезть в код, самому с этим совсем разбираться. Саппорт – это больше к библиотекам, которые для коммерческого использования, а не платные. Вам надо фичу, вы сказали, мне надо фичу, они сделали фичу, вы ее используете. Такое в платных продуктах зачастую. Лицензия важна, потому что от лицензии будет зависеть, может ли вы использовать коммерческое использование, или нет для продаж. У Google Charts, например, есть особенность. Они говорят, вы можете использовать все бесплатно, но код нашей библиотеки вы берете с нашего сервера. Вы не можете хранить его у себя, поэтому у вас будет лишний запрос происходить туда. Вот такая вот особенность у него. И еще один пункт из всего того многообразия библиотек, а половина на самом деле уже не поддерживается, про них забыли и перешли на что-то там более новое, современное, не знаю. И хочется показать несколько интересных, три интересных примера визуализации, то, что делают, как это выглядит. Можешь нажать, пожалуйста, первый. Первый – это продукт от Uber. Видно что-нибудь вообще? Ну, плохо, да? А можешь приблизить немножечко? Что? А, так лучше, да. О, класс. Вот, это сделано с помощью библиотеки от Uber на WebGL. Они визуализируют здесь, соответственно, Uber. Кто? Такси. Вот они визуализируют какие-то там движения транспорта у себя. Соответственно, можно подвигать… Артем, можно подвигать? Вот, можно подвигать, приблизить, отдалить, посмотреть, где пробки там находятся в какое-то время и так далее. Но для этого, конечно, нужно сначала данные собрать для всего этого. Здесь есть такой ползунок, который можно даже подвигать. А это длина вот этого хвостика за каждым движением. Здесь отрисовано, как можно видеть, 992 точки или что это? Да, это vertices. Большой объем данных здесь визуализирован. У Uber также есть еще другие примеры. Ну, если кому интересно, найдете, посмотрите. Там такие хорошие тоже. Следующие. Ну, это закрыт, наверное. Да. Uber в WebGL. Это JavaScript в WebGL. У них, они сами сделали библиотеку. Они для своих нужд. Видимо, не нашли на рынке. Написали. Это, конечно же, WebGL в каком-то виде. Я не знаю, в каком. Может быть, они используют стороннюю библиотеку для доступа к упрощенному API. Может быть, нет. Но свой фреймворк… Они не говорят, как это понимают. Что? Они не говорят, как они используются. Да это я не говорю. Я не знаю просто. У них есть. Она доступная. И причем именно эта библиотека от Uber, она open-source. То есть она доступна для коммерческого использования в любых проектах. Это что-то поразительное. Прям действительно здорово. Это пример такой интерактивной инфографики. Там написано, должно быть, наверху, тайтл. Можешь полистать немножко наверх? Ну, дневные… Как это сказать? Рутинцы. Ну, повседневные дела известных креативных людей. Ну, например, ну, пусть будет, не знаю, Бальзак. Можешь навести на Бальзак? И вот… Да, вот, вот. Тут он, значит… Ну, как сказать, что-то смешное написано, на самом деле. Вот он спит, например. Вот днем он тоже спит. Похрапывать там было написано. Здесь он пьет чай, кофе и что-то там еще работает. Здесь ужин принимает, здесь с друзьями встречается. Чтобы… Ну, идея такая у кого-то родилась когда-то. На сайте визуализировать вот такие данные. Он собрал, кучу работы проделал исторической, книг перечитал и вот примерно себе придумал это. Но визуализировать так вот приятно, современно для того, чтобы это люди смотрели, кликали, нажимали. Просто так не сделаешь. Поэтому они что-то нашли, как-то это реализовали. Они использовали одну из тех библиотек, которых я изначально там кучу упоминал. Ага. И следующую, третью. Ниже. А, все. Это очень интересный график, который показывает дневные перемещения стандартного американского человека. Сейчас 6 часов вечера, как бы у них. Это все, конечно же, не онлайн, это все в данных спрятано. Переключи, пожалуйста, на fast. Там три скорости. Да, спасибо. Вот. Время идет, и они каким-то образом перемещаются. Вот в основном работают. Утром. Это работа? Нет, это лейджа. Это ничего не делают вечером. Вот. Сон. Все начинают спать. Кто-то фитнесом занимается. Кто-то, что это такое? Шопится кто-то. Кто-то работает. Кто-то образование. Ноль. На основании анкет? Что? На основании анкет? Да, здесь указано. Вот прямо вот тут указано. Ничего не понятно. Это усредненно тысяча человек на основании анкет. Дали свои данные. Люди собрали. Люди попробовали визуализировать. Внутри это используют D3. И на D3 это достаточно так. Несложно реализовать все. Здесь тревлинг. Тревлинг, мне кажется, это не просто в другие страны, а от места к месту похоже просто. Ну все. 11 часов утра. Выключай, включай презентацию. Спасибо. Там как-то что-то еще надо? Ну ладно. Хорошо. Какие есть варианты? Ближе к конкретике, что можно использовать для того, чтобы что-то подобное делать? Конечно же есть решения, за которые можно заплатить деньги, которые будут скорее всего работать, которые с людьми можно пообщаться, они подскажут как работать, может быть даже сами настроят. Вот одни из самых популярных. Есть еще, их много, правда много. Но одни из самых популярных. Fusion chart, semi chart, semi chart, high chart, zing chart. Немножко статистики, где сделаны, когда сделаны. Есть Fusion chart, по-моему… А, в Индии, да. Это какой-то парень просто решил начать визуализировать. И как-то у него все пошло, пошло. Но это один из самых первых, на самом деле, на рынке. Там у них, видимо, команда большая, с семьей разрабатывают. Не знаю, ну, интересный продукт, огромный просто. Так, и, конечно же, кому это интересно, поехали на бесплатные решения. Бесплатные решения та же куча. Ну, у всех… Да. Да. Вот вы показали в прошлом слайде. МЧА. Да. Очень хорошая, крутая библиотека. Там много финансовых форматов. Да. Она бесплатная, но только там надпись. Ну, да, да. Если платная, там никакой надпись нет. Да, да, да. Да, я согласен, есть такое. Ну, вот то же самое у Google, у Google chart. Они как бы и бесплатные, но код их библиотеки, на их сервере обязательно должен храниться. Иначе они говорят, нет, нельзя. Вот их много. Это одни из самых популярных, которые я нашел. Они также разные и все такое. Пройдемся по этим пяти. Раз, два, три, четыре, пять. По шести вариантам. Так, немножко более подробно, но без глубоких деталей. Google charts. Они используют технологии HTML, SVG, VML. Как раз комбинируют каким-то образом это внутри у себя. На разных устройствах по-разному используется. Если вы сделаете простейший чарт, то увидите примерно такую штуку. Он их стандартный. По-моему, можно все-таки цвета менять, но примерно вот так будет выглядеть. Они очень много типов предоставляют изначально. И здесь потом, когда презентацию получите, то вот каждая ссылка работает. Здесь есть действительно ссылка, где самый простой вариант. Именно вот этот вариант. Можно посмотреть, попробовать и посмотреть, как это работает. Все достаточно просто. Здесь есть… В каждом чарте, о котором я расскажу, я попробовал сделать минимально. У каждого есть данные, у каждого есть опции и какой-то там процесс отрисовки. Данные простейшие, опций практически никаких. Ну, вот примерно так это выглядит, без особых подробностей. Chart.js тоже одна из того списка. Она работает уже на Canvas. Она полностью open-source. Да, она разработана энтузиастами на самом деле. Просто люди решили, что хотят библиотеку и решили сделать библиотеку. К сожалению, из-за того, что, видимо, неполный рабочий день, люди сделали только 8 типов чарта здесь. Не так много, но, в общем-то, достаточно для каких-то там своих нужд. Простейший чарт будет выглядеть следующим образом. Кстати говоря, в первом докладе, по-моему, вот именно эта библиотека использует, потому что очень характерная вот эта плашка сверху. Пример. Пример выглядит следующим образом. Он немножко поменьше занимает кода по строчкам, чем в Google Chart. Ну, вот так. Да. Мы используем чарджи, это у нас в проекте, но там есть проблема, что он, если мы какой-то там математический график рендерем, он не соблюдает пропонции. Если у нас там единичное деление там 1, 2, 3, 4, да, а там х-пассивик у нас идет, например, там 10, 20, 30. Будет как бы у нас выглядеть, как некое, ну, как 10, 30, то есть под 45 градусов минимум. Вот. И если, например, пассив изменить на шестерочку или поставить туда вообще не цифру, а какой-то матч, да, там, рейк, то, ну, ничего не умеется. Ну, вопрос был про то, что у, как она называется, у Chart.js есть косяк. Какую бы библиотеку найти, чтобы она поддерживала? Я вот сходу не скажу. В D3 как напишешь, например? Ну, а вот это что-то мы бы начали. Как в Chart.js, пока ты друг не поставишь. Я понимаю, но я вот, например, тоже не буду ожидать, что если я поставлю, как ты поставил, что у меня будет косяк. Я также не могу ожидать от других то же самое, поэтому надо пробовать просто. Я не знаю, как по-другому ответить на этот вопрос. Немножко по-другому. Ну, здесь SVG, у нас есть элемент где-то с IDChart, берем из него 2D-контекст, передаем контекст, передаем опции, передаем данные и все отрисовывается. А, и вот уж какие-то опции. А, это датасет, вот опция. Chartist. Она работает на SVG, она также open-source, у нее всего 3 чарта. Разработан одним прекрасным безумцем из Швейцарии. Молодец. Мужик молодец. На самом деле выглядит код еще меньше. У него прям буквально вот все данные, какие нужны, все тут есть. Без вот этого вот Google-чартовского load packages, chart set on load, callback, callback, ну и все такое. Этот парень сделал максимально просто, все, больше ничего здесь нет. Plotly. Это библиотека, которая основана на D3 и стек, какой-то GL, WebGL. У Plotly очень много типов чартов. У него есть и трехмерные, и двухмерные, и всякие разные. И действительно такая приятная библиотека. Мне тоже стоит обратить внимание. Тут тоже очень мало параметров. Есть данные, есть опции. Передаем, нарисовать, все отрисовалось. И интересный вариант китайцы нам предлагают. Китайцы сделали под шумок, никто об этом практически не знает. Отличную библиотеку для своих нужд, для внутренних, Chinese Baidu, для Baidu. Под BSD лицензией. Она, в общем-то, чуть-чуть более закрытая, чем open source, наверное, чем MIT. Поразительная вообще библиотека. Я когда первый раз наткнулся, на меня посмотрел. Там, во-первых, куча примеров. Отличное описание. К сожалению, все на китайском. Есть какая-то часть на английском, но она не все перевели. Они, к сожалению, что-то перевели. Изначально работает очень просто, быстро, правильно, не знаю, с анимацией, красиво. В общем, со всех сторон она меня радует. Лично мое впечатление от него. Быстро работает. На ней как раз-таки можно очень просто сделать глобус, вращающийся. На глобусе можно сделать линии, какие-нибудь барчарты с популяцией, с номерами, с какими-то перелетами. Вообще очень много всего. Код выглядит примерно так. Все достаточно тоже просто. У них есть основная функция HR ценить дом и set option. Почему option, я не знаю. Но option они решили делать, не options. Вот он, option весь. Много. Передаем, передаем, передаем. Все отрисовалось. Все работает. Про эту библиотеку в Рунете, я не знаю, может быть, что-то есть, но я не нашел. Искал я весной. Весной не было ничего. Сейчас может что-то появилось. Ван Гланете есть, не много, но есть. Она выстрелит точно в какой-то момент. И, конечно, D3. D3 это библиотека, которая позволяет делать все, что ты хочешь. Как ты хочешь, каким образом, с анимацией, без анимаций. То есть ты, в принципе, конструктор чартов. Некто Майк Босток, который в свое время делал визуализации для New York Times. И, в общем, для своих нужд, для того, чтобы быстрее это все делать, правильно все это делать. Для New York Times он создал этот продукт. Продукт очень достойный. В этом году, кажется, они перешли на четвертую версию и изменили API. Они добавили поддержку ES6. Теперь оно все модульное. Импорт-экспорт. Отдельно можно все использовать. Он молодец. BSD тоже. Все что угодно, честно говоря. По-моему, даже WebGL тоже каким-то образом можно использовать. Ну и код выглядит, например, такой. Их может быть много. Это вот такой достаточно простейший вариант этого чарта. Вот этого чарта. Данные. Элементы SVG. Scaling. Scaling. Создали элемент. Отрисовали элемент. Вниз его прибили. Создали элемент. Влево. Создали элемент. Нет, не элемент. Это объект, который вот здесь будет в атрибут, который будет давать path. Это тот же самый path, который был у Максима в CSS path. Вот это тот же самый будет значение атрибута здесь. Из интересных. Это вот Uber. Как раз таки тот, который я показывал в примерах посредине. Есть еще PayT. Ну просто интересный продукт, который я нашел. Это вот есть у вас текст. Доковский документ, например. Ну или нет, какой доковский. Сайт. Статья. В статье надо быстренько размером с три заглавных буквы А сделать пайчарт. И вот PayT, или как он называется, позволяет делать вот inline маленькие-маленькие-маленькие графики. Очень приятно он выглядит. И здесь еще библиотека для отображения математики. С формулой быстро работает. Хорошо. Что я рассказал? Рассказал немножко про разницу техническую и нетехническую в библиотеках. Какие они бывают. Показал несколько примеров. И рассказал коротко, в общем, о популярных решениях на данный момент. Если есть вопросы, то задавайте вопросы. Да, ну с микрофона, наверное. Спасибо. Что продает? Что продает? Для того, чтобы вот эти трехмерные... Там трехмерные были? Ну, давайте прислаживаться. Ага. Д3. Прямо вот такой вариант. Я не знаю другого. Там это все делается через пат, в общем. Через тот же самый пат, который там, только другой метод будет использоваться. Задаешь точки, он по этим точкам строит вот эту вот лабуду, которая в SVG в атрибут передается, и все. Оно там очень удобно. Но вот с чем ты точно столкнешься? Это с проблемой, ты не понимаешь D3. Ты вот не понимаешь D3. Я тебе точно говорю, ты ее не понимаешь. Я ее тоже не до конца понимал. Потому что она, ну, другой подход. Декоративный. Вопрос про вот этот чарт, где шарики, распорядок дмена американцев. Это на D3, ты говоришь? Да. А там явно физика какая-то использована, правильно я понимаю? У них есть, по-моему, это называется то ли force chart, то ли, я не помню. У них есть стандартный вариант вот этого чарта. То есть они что сделали? Вот этого чарта в смысле скопления. Ты задаешь данные, задаешь им веса и категорию. И он тебе разбивает их вот сразу так. Все. То есть это заранее заложено там эта физика? Если есть, то я не могу просто взять, как бокс 2D там какой-нибудь использовать, чтобы шарик отскакивал от прямого инка. У них задано это все. Есть? Да. Можно так использовать? Да. То есть на нем можно игры просто рисовать? Да, в принципе, да. А что за технология там была? Это что? Это SVG. SVG? Ну, ничего так быстро. Ну, да. Ничего так. Ну, они правда молодцы. Да, три мужика. Александр, у меня такой вопрос. Вот на примере карты пробок. Да. Вот красивая визуализация, она, конечно, дорого стоит. Она будет долго грузиться. Вот нет ли технологий, позволяющих написать несколько уровней визуализации и как-нибудь адаптивно разным пользователям отсылать разные уровни? Вот сразу понять сходу, что у человека будет долго грузиться красивая визуализация, ему подходит что-нибудь простенькое. Потому что, как мы уже с первого доклада поняли, что долго грузится, это значит, мы теряем деньги. Спасибо. Да. Все данные, какие нам браузер дает, JavaScript может их прочитать. Если у нас указано в заголовках HTTP, браузер такой-то, мобильный, там вот это все, либо через мета какие-нибудь, либо через Media Quares, не знаю, через что-нибудь. В общем, JavaScript имеет доступ к куче информации. Из этой кучи информации можно выделить какую-то область, которая будет говорить о том, что это мобильная, не используй вот эту библиотеку, используй вот эту библиотеку. Либо это с планшета, поэтому давай грузить по-другому. Давай мы сначала загрузим вот это, а потом будем отрисовывать. Это все, конечно, можно внутри все делать, да. Поэтому разумно замеры, да? Да все можно делать, и замеры в том числе можно делать, которые вот по производительности, вот первый доклад был, вот в DevTool надо копаться, вот которые у Chrome, Developer Tools. Вот там много чего есть. Еще? Еще можно? Да. Вопрос касается на тему модульности, вот та же там D3JS. Да. Ну, допустим, у нас есть какая-то определенная задача, мы там не хотим рисовать графики, мы хотим просто вот, там, чтоб шарик у нас прыгал, там, вверх-вниз, допустим. Ну, что-то, ну, что-то попроще. То есть, можем мы какую-то сделать, такую прям, кастомную версию, которая вот именно нам подойдет, будет мало весить, потому что, по-моему, там целый D3JS весит достаточно много. Ну, и там, и вообще, какие библиотеки, ну, поддерживают вот эту вот модульность, чтобы нужно было собрать, как тебе нравится, ну, минимальную какую-то версию иметь, или, ну, я понял вопрос, спасибо. Сходу не скажу, какие из всего списка. Я точно скажу, что Майк молодец, и в D3, четвертой версии, он сделал вот то, что ты говоришь. Ты можешь через NPM все это скачать, и использовать то, что только нужно. Либо ты можешь напрямую сразу обращаться к CDN, и оттуда качать то, что тебе нужно. Он молодец в этом плане, он сделал ровно модульно, по импорт-экспорт, только вот это, только вот это, из него можно собирать. А другие решения, они предлагают подобные. Ты можешь на сайте конструктора выбрать там то-то, то-то и скачать. Например, китайцы сделали такую штуку, и ты можешь нажать галочку вот это, вот это, и анимации, он тебе скачает, у тебя будет библиотека с анимацией. К сожалению, не уверен, можно ли это сделать через пакетный менеджер, и это не очень хорошо было. Что? Да, такое через Алиэкспресс, да. Вот, D3 как раз через НПМ можно собрать себе, что хочешь, в билд, сбилдить. Ну, что-то да, такое. Ну, они же, у тебя же не пытаются, все, хранится на компьютере, у них будет все лежать. Ты собрал, вот у них, и все, они получил. Ну, да. Еще? Ну, все, спасибо. Пожалуйста, спасибо, Александр. Спасибо.